Девушки отдыхают А когда-то начинались небольшой кампании, а все кто у истоков стоял? Хахалева, Елена Хахалева, Роберт Хахалев, вот эти замечательные люди, если кто не знает Елену Хахалева, это золотая судья. Вбейте в интернете, золотая судья Елена Хахалева, все узнаете. В издании «За Краснодар» вышла статья, что у некого Артема Шишкина, а этот некто Артем Шишкин, это вице-президент, а в группе, ответственный там за финансы, арестовали имущество. Арестовали имущество в рамках другого дела по иску Генеральной прокуратуры. Это очень важно, что Генеральная прокуратура обратила внимание на все это. Иск к Вигену Саркисяну. Виген Саркисян, владелец отеля «Престиж» в Краснодарском крае. Почему? Причем здесь Артем Шишкин, там еще у некоторых, у других тоже арестовали, кроме Артема Шишкина. Там и у родственников этого самого Вигена Саркисяна, и у другой семьи, которая, кажется, из Москвы. Ну, ладно. Вы, кстати, статью можете прочитать, да, и там все очень подробно рассказано, что за что там арестовали, как вообще это случилось. И я считаю, что это очень показательно. И это очень важно, что Генеральная прокуратура приехала. Генеральная прокуратура, конечно же, эти 5,7 миллиардов возьмет. За что? 5,7 миллиардов она хочет за то, что когда-то земля, которая принадлежала государству, перестала принадлежать государству с помощью определенных схем. А на этой земле, замечательной, чудной земле, которая недалеко от аэропорта Адлера, рядом с морем, там недалеко, вид замечательный, на море, построили сейчас замечательные жилищные комплексы, такие как Морская симфония, Флора, Касабланка. Все, земля потеряна с помощью определенных действий сомнительного характера, которые судом признали незаконными. Но сейчас уже ничего не сделать, земля, все, уже здание не разрушишь, людей девать некуда. Но компенсацию в виде 5,7 миллионов, миллиардов, извините, прокуратура, конечно же, получит. А Артем Шишкин тут при том, что, по мнению суда, он распоряжается имуществом Вегена Саркисяна, компаниями Кавказ Офис и Кавказ Дом. Там ему принадлежит по 25%, а по 75% в этих компаниях принадлежит Арутюняну, владельцу Ава Групп. Вот так вот все там перемешано, все смешано, все друг с другом связано. И тут бы, наверное, сказать, о, наведут порядок, наведут порядок. Вы знаете, в 17-м году, когда Краснодарский край был чемпионом по обманутым дольщикам, Москва сказала навести порядок. Что такое навести порядок по-краснодарски? Это значит, у одних отнять, у которых крыша не так велика, а другим отдать. И в этот список счастливчиков как раз и входила Ава Групп. С ней особо ничего не случилось. Она только от этого разжирела, припухла. И сейчас, видите, даже по всей России, и в Москве, и в Подмосковье, и по всей России, в общем-то, строит. Но, вроде бы, лед тронулся, господа присяжные заседателя. Но я вам скажу, что рано, конечно же, еще радоваться. К примеру, того же самого Вегена Саркисяна в СМИ связывают с неким Робертом Тотуляном. Роберт Тотулян — это смотрящий за Сочи. Ну, такой вот, ну, хозяин, криминальный хозяин Сочи. Сейчас он где-то в бегах. По нему объявлен розыск. Сейчас он где-то бегает. Но дело его, судя по всему, живет и процветает. Так же, как дело, в общем-то, той же самой судьи Хахалевой, которая тоже сейчас в бегах, то ли в Армении, то ли в Грузии, тоже процветает. Плюс еще, ну, к примеру, по нашей информации, и родственники Вагана Рутиняна работают в следственных органах. Не просто какими-то постовыми. Нет, при должностях в Следственном комитете по Западному округу города Краснодара работает родственник Вагана Рутиняна. Зовут его Алан. И если такой родственник работает при должности, как вы думаете, как он относится к заявлениям от граждан, от бизнесменов, которые могли пострадать от Вагана Рутиняна? Я думаю, ну, это такой риторический вопрос. Да, в принципе, если даже какие-то заявления и доходят до прокуратуры, до судов, мы много рассказывали в наших программах, не только в наших программах это все было, какие нравы царят в судах Краснодарского края. Там главный не закон, там главное родственные связи. Кумовство, поэтому так и называется. Кумовство, Краснодарское кумовство. Так вот, но радоваться еще рано. А, так что же с этим делать-то? Что же, опускать руки, что ли? Да нет, конечно же. Нужно об этом говорить больше и больше. Да, говорим мы много, а тут всего лишь, понимаете, вот арестовали в рамках иска Генеральной прокуратуры на 5,7 миллиардов рублей. Вот таких земель, которые из государственной собственности вышли, и сейчас на них жилые комплексы, торговые центры, по Краснодарскому краю, особенно там поближе к морю, их очень много, их настолько много, что там можно работать, работать Генеральной прокуратурой, Следственному комитету, ФСБ и работать. Так что я считаю, что нужно больше об этом говорить. Давно мы вообще не говорили об АВА-группе, я думаю, что этот недостаток нам нужно убрать. Нужно говорить больше нам, и не только нам, но и другим журналистам. И когда-нибудь справедливость восторжествует. Правда, может, не для всех. До свидания.